В 2020 году исполняется 75 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. Указом президента Российской Федерации 2020 год объявлен годом памяти и славы. Великая Отечественная война – самая страшная и кровопролитная в истории человечества война, унесшая миллионы жизней ни в чем не повинных людей. За победу над фашизмом была заплачена самая высокая цена – цена жизни. В судьбе каждой семьи война оставила свой неизгладимый след. Отцы и матери, братья и сестры, сыновья и дочери, женщины, дети, инвалиды – весь советский народ каждый день совершал свой подвиг. Они шли на смерть в наступательных операциях, рыли окопы, организовывали полевые госпитали, работали на заводах, уходили в леса для того, чтобы стать партизанами. Работали в тылу. Для всех находилась работа, и каждый из них приближал день Великой Победы. Героический подвиг людей навсегда вписан в память и в историю нашей страны. События войны глазами очевидцев отражены в художественной литературе XX века писателями-фронтовиками. Они внесли весомый вклад в художественную литературу. Писатели-фронтовики – это отдельное поколение героических людей, испытавших на себе все тяготы военного и послевоенного периода. Некоторые из них погибли на фронте, другие прожили дольше и умерли от старости. А кто – от старых ран. Были и те, кто на фронте потерял зрение и остался инвалидом. Их произведения позволяют нам окунуться в то суровое время и увидеть великий подвиг народа. Сотрудники отдела обслуживания МУК Кандинской МЦБС к 75-летию победы Великой Отечественной войны подготовили биографическую рубрику «Писатели-фронтовики», в которой можно ознакомиться с жизнью и творчеством поэтов и писателей-фронтовиков. Именно писатели и поэты-фронтовики, проведя свою молодость на полях сражений, донесли до современного поколения историю человеческих судеб и подвига народа Великой Отечественной войны. День Победы – это праздник, объединяющий все поколения. И наша задача – сохранить и передать потомкам память всю историю о подвиге советского народа, который своим упорством, храбростью и любовью к Родине обеспечил нам мир. Дорогие читатели, приглашаем вас ознакомиться с литературным обзором писателей-фронтовики на сайте МЦБС Канда.РФ Кандинской Межпоселенческой Централизованной Библиотечной Системы, а также в социальной сети ВКонтакте в сообществе «Библиотечная система Кандинского района».